Телерадиокомпания «Губерния» победила в окружном этапе всероссийского конкурса «Смиротворец». Церемония награждения прошла также в рамках празднования Дня народов в Экограде, Волгарь. Лучшей в ПФО признана телепрограмма «Дом дружбы» Лилии Валеевой и теперь сможет побороться за главный приз на федеральном этапе. 150 средств массовой информации, более тысячи работ и всего 17 победителей. Для этих журналистов «Дружба народов» не просто слова. В теме межэтнических отношений каждый разбирается не хуже экспертов. В номинации телевидения первое место достается проекту телерадиокомпании «Губерния». Программа «Дом дружбы» Лилии Валеевой получает заветную статуэтку. Теперь она в списке претендентов на победу в федеральном этапе. Каждый человек уникален по-своему, тем более каждая народность, каждая нация, она тоже уникальна по-своему. И нужно это донести до наших телезрителей и радиослушателей. Сначала было очень сложно, то есть сама мысль соприкоснуться с этой темой. С одной стороны интересно, с другой стороны это очень большая ответственность. Актуальная информация для иностранцев, дружбы и любовь представителей разных этносов. Старинные обряды, традиции и реальные истории межнациональных семей. Об этом каждую неделю в эфире рассказывает программа «Дом дружбы». Радиоверсия проекта заняла на конкурсе третье место. «Смиротворец» проводится с 2008 года по инициативе Гильдии межэтнической журналистики. В этом году совместно с Федеральным агентством по делам национальностей. У нас особенность такая конкурса, что никогда не оценивают федеральный округ люди, которые в нем живут. Всегда из других округов те, кто не знают ни журналистов, никого. Поэтому они абсолютно объективны. И у меня были случаи, когда оценивая ваши работы, звонили и говорили, мы нашли жемчужину, как интересно люди работают. Это очень приятно. Победители федерального этапа определятся в ноябре. Организаторы не исключают, что в следующем году конкурс выйдет за пределы страны и будет проводиться среди журналистов из стран Евразии. Артур Коньков, Михаил Смирнов. Новости губернии.